Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поговорить на тему заседания ФРС, которое состоялось вчера. На нем были озвучены планы увеличения ставки, точнее факты увеличения ставки и даны некоторые наметки на перспективы. Собственно, это нас в большей степени интересует. То, что как факт состоялось, это замечательно. А нас больше интересует то, что может быть в будущем, и свою аналитику на этот вопрос сегодня хотел бы представить. Итак, ставка была поднята на 0,25%. Это в рамках ожиданий. Неоднократно упоминал, что могут быть различные нюансы, собственно, сценарии могут быть абсолютно разными. Важна риторика. Мог рынок упасть на новостях о увеличении ставки 0,5 базисных пунктов. Это, безусловно, негативный сценарий. Пострадали бы банки, пострадали бы компании и так далее. То есть этого не произошло. Рынок был бы рад ситуации с неувеличением ставки, вероятному выходу на плату ставки. Это был бы позитив. А вот со ставкой 0,25% вопрос с двумя сторонами. То есть ожидание есть ожидание. Это вы знаете, как ожидание отчета компании. Вроде смотрит, что отчиталось хорошо, все зелененькое. Как люди смотрят в TradingView, например, там прибыль зелененькая, выручка зелененькая. Значит, все хорошо, а компания падает. То есть тут вопрос в будущем. Компания на отчете при всех зелененьких показателях, по-простому говорю, может упасть, если компания снижает свои перспективы, потенциалы, объявляет дополнительную миссию или еще что-то. Это уже нюансы. Как говорится, дьявол кроется в мелочах. И здесь вот эти 0,25% это некая медиана, которая ожидалась. Но эта медиана могла по-разному сработать. Значит, поясню, какие варианты были и какой вариант реализовался. Собственно, увеличение ставки 0,25% базисных пунктов при вероятном положительном исходе в будущие периоды, озвученном ФРС, что вроде как ребята мы, скорее всего, со ставкой завяжем, значит, вот этот раз поднимаем, был бы позитив в рынке. То есть вроде бы поднятие 0,25%. При том же самом увеличении ставки на четверть, при озвученных потенциалах увеличения ставки в дальнейшем, негатив, такой легкий негативчик, при той же самой увеличении ставки на четверть и высказываниях о том, что с инфляцией мы и дальше будем бороться, и вероятнее всего повышение продолжится, это будет крайний негатив. То есть сейчас мы отработали по такому чуть-чуть негативному сценарию, но я не раз уже в прямых диалогах и не раз в роликах, касающихся ставки ФРС и экономики в целом, говорил, что мои ожидания находятся в рамках примерно 5,5% как пик поднятия ставки. Может быть 5,25% с меньшей долей вероятностью, 5,5% как наиболее вероятный. То есть в принципе это все укладывается в ожидание, это все укладывается в тот тренд, который вероятно разовьется и будет иметь место быть. Текущее направление, которое мы можем увидеть, судя из выступления Пауэлла, которое уже состоялось, это 5,25% и до 5,5%. То есть примерно такая ситуация. Больше тут склонность идет к 5,25%, то есть еще одно увеличение на 0,25% базисных пунктов. Соответственно, поскольку рынок услышал, что шаги вероятно будут предприниматься, давайте я вот прямо из первых уст. Сегодня сам хотел аналитику посмотреть и не планировал записывать этот ролик. Включил YouTube, думаю, посмотрю что-нибудь, ну чем дело кончилось, в таком сжатой информации ничего не нашел, кроме того, что фактически данные приводятся на различных новостных каналах. Вот по факту ставку настолько-то увеличили, значит, и в общем-то такие ключевые моменты. Что из этого следует, я сегодня постараюсь собственное видение дать. Давайте посмотрим конкретно. Значит, это пресс-релиз Федеральной резервной системы. Значит, банковская система США надежна и устойчива. Это касательно банков. Недавние события, вероятно, приведут к ужесточению кредитных условий для домашних хозяйств предприятия. Кажут давление на экономическую активность, на инфляцию. Степень этих эффектов не ясна. Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам. Такая небольшая вставочка про банки. Я тоже хотел бы дать свое мнение, свое видение на этот счет. Банки действительно, они достаточно устойчивы. Про США, если мы говорим, никакой проблемы там нет. То, что пара мелких банков обанкротилась, это риски мелких банков. Собственно, инвесторы, которые, наверное, не первый год в рынке, я об этом постоянно говорю, маленькие компании, когда вы покупаете что-то мелкое, оно всегда гораздо более рисковое. То есть, если мы сравним какой-то мелкий банк с крупным банком, мы в мелком банке увидим более низкую цену стоимости бизнеса, чем стоимость крупного банка в единицах, то есть в пересчете на акции. Это нормальная система, потому что рисков больше. Вот если сравнить тот же самый Сбербанк, там, Газпром наш российский, с JP Morgan, например, мы увидим в российских банках, в российских компаниях недооценку. Но мы должны понимать, что риски в российской банковской системе, риски в российских компаниях, они гораздо выше. Собственно, этот момент сбалансирован, и покупая более дешевый по мультипликаторам, там, учитывая будущие финансовые потоки, мелкий какой-то банк, казалось бы, должен стрельнуть, там, прийти к каким-то ценам высоким, но в них всегда риски больше. То есть тут момент такой. И, конечно же, случаются такие ситуации, два мелких банка обанкротились, это не говорит о проблемах, там, системных крахи и кризисы банковской системы США. Да, цены в моменте и на крупные банки снизились, потому что некоторая паника произошла у инвесторов, но банки не стали хуже, банки просто стали дешевле. То есть проблемы там оттока финансов от Дж.П. Моргана, банков Америка, Сити Групп, мы абсолютно не видим, они достаточно надежны и устойчивы, они не меняют своих прогнозов, потенциалов и перспектив, в моменте стали дешевле, то есть на панической распродаже. Это и к чему? К тому, что я вижу зачастую заголовки средств массовой информации, различных роликов о том, что вот Пауэлл говорит, что банковская система США надежна и тут же приводит скриншот, как банки падают. То, что они в котировках падают, это нисколько не опровергает надежность банковской системы. То есть это всего-навсего текущая рыночная цена, которую покупатель готов заплатить или продавец предлагает в рынке. Это не значит, что банк, если он на 30% скорректировался, он на 30% стал хуже, у него там рухнули доходы и все прочее. Нет, это просто риски и новостной шум. Поэтому прокомментировать банковскую систему я могу только таким образом. Очень много вопросов поступает касательно, там стоит ли запрыгнуть в такой-то банк, там какой-то предбанкротный, стоит ли в такой. Я не сторонник таких вот лотереи. Я лучше куплю надежную, хорошую финансовую систему, которая отдаст стабильный доход, будет платить дивиденды и не обанкротиться через неделю или через две недели. У меня такой подход, поэтому я не сторонник пытаться купить что-то на максимальном падении, самое рисковое, в надежде на то, что оно окажется, скажем, вне зоны рисков. Поэтому я за надежность в первую очередь. Так, комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2%. Все мы это понимаем. Решил поднять ставку на 0,25%. Будет внимательно следить за состоянием экономики и принимать решения, исходя из этого. Это совершенно верно, поскольку банкам будет необходима помощь и заранее сказать сейчас, сколько будет еще повышений, не представляется возможным. Деньги в банковскую систему, вероятнее всего, еще будут вливаться для помощи. Трежерис будут держать, вероятно, на не очень низком уровне, чтобы перетока депозитов не было. Я здесь с ФРС абсолютно согласен. Нужно держать руку на пульсе и регулировать эту систему в ручном режиме, не в автоматическом режиме. Так, значит, они стремятся к 2%. По инфляции при определении степени будущего увеличения ценового диапазона примет во внимание кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики. То есть, хотел бы это расшифровать. Вот этот кумулятивный эффект я его тоже часто упоминаю, поскольку восприятие инвесторами, начинающими вот этого экономического эффекта, оно идет прямым. Оно так не работает. То есть, ставка сейчас в районе 5%, и многим кажется, вот вчера подняли ставку 0,25 базисных пунктов до 5%, значит, это автоматически заложилось в инфляцию. Нет, это абсолютно так не работает. Кумулятивный эффект – это накопительный эффект. То есть, сейчас работает та ставка, которая была примерно полгода назад, 4 месяца назад. Вот она только пришла в экономику, и денежная система начинает работать в том ключе, по тем ставкам, которые были раньше. Вот сейчас на 0,25 подняли до 5%, вот эта 5% ставка окажет суммарный кумулятивный эффект в экономике через 4-5-6 месяцев. Вот это стоит помнить. И об этом же замечательно, что здесь Павел упоминает кумулятивное увеличение денежно-кредитной политики. Будут смотреть, как текущая ставка с ходом времени через энное количество месяцев повлияет на стоимость денег, финансовые изменения. Это мы понимаем. То есть, вот эта ставка, она будет где-то только работать в середине 2023 года, ближе к осени. Соответственно, до этого момента едва ли будет какое-либо снижение ставки, поскольку только эффект сложится к тому времени, который можно будет оценить и адекватно, объективно на него реагировать. Продолжением удержания этой ставки или снижением этой ставки. Очень важный момент кумулятивный. И запоминаем, что не работает сразу ставка. Она работает только с ходом времени. Притом, не дня, не недели, а работает с ходом времени в районе полугода. Важный момент. Кроме того, комитет продолжит сокращать свои авуары казначейских ценных бумаг, долговых обязательств агентств и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, как описано в его ранее объявленных планов. Ну и опять они говорят, что целевой уровень 2%, это как мантра определенная у них. Они практически в каждом предложении вставляют этот момент про 2%. Ну эффект, наверное, психологический. Значит, какой тут комментарий по сокращению резервов? Попросту говоря, он остается положительным. То есть ФРС не меняет свою стратегию в этом отношении. И на мой взгляд, это здорово. Имеется в виду про планов, ранее объявленных планов. Ранее объявленные планы, расшифрую, это до 95 миллиардов долларов. Есть разрешенный объем изъятия и в рамках вот этих 95 миллиардов долларов в месяц они будут действовать. Соответственно, как уже не раз говорил, клин клином вышибают. Деньги влили в огромном объеме, в несколько триллионов в рынок. Это вызвало, опять же, с кумулятивным эффектом через время высокую инфляцию. Чтобы эту инфляцию подавить, деньги должны быть дороже в использовании. То есть уже кредитов там не наберешь на развитие и так далее. Вот они процентную ставку повышают. И, соответственно, можно эти деньги забрать и сжечь. Печатный станок отработал, деньги помогли. Значит, экономика спасена после пандемии и всего прочего. Деньги изъяли, сожгли, денег меньше, деньги дороже, инфляция у нас полетела вниз. Собственно, вот эти два инструмента используются. И это позитивно, что ФРС продолжит этот план изъятия. Но тут же сразу мы добавляем такой момент, что в последнее время, вот это уже везде прозвучало, и я тоже ролик на эту тему снимал, 300 миллиардов долларов было влито дополнительно. То есть изымали, 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 300 миллиардов влили. Я уже не раз говорил, и мы это проверим чуть позже, тут по неделе пока еще не вышел новый отчет ФРС, был последний 15 марта, но вот они должны уже там завтра-послезавтра новый отчет выпустить. Значит, еще будет увеличение, там на сколько-то миллиардов. Они продолжают, на мой взгляд, вливать деньги в банковскую систему. С одной стороны, это негативно влияет, поскольку снова печатный станок включили, опять, ну, в кавычках печатный станок включили. Опять, значит, деньги вливают, и клин, который вышибали клином, он первый клин, который нужно вышибить, он набирает силы. Но, тем не менее, с ходом времени мы видим, что объем все-таки денежной массы, он снижается в резервных банках. Это один момент. Плюс тут действует уже повышенная ключевая ставка, потому что в тот момент, когда эти деньги вливали, еще и ставка была нулевой, значит, эти деньги имел, кто хочет, под самые минимальные проценты. К чему я это говорю? К тому, что есть некоторый тормоз в связи с вливанием денежных средств по инфляции. Соответственно, если бы с банками не было никакой проблемы, держатели депозитов не забирали бы свои депозиты, не вкладывали бы в Трежерис, тогда борьба с инфляцией прошла бы значительно быстрее и, вероятнее всего, завершилась бы уже к концу 2023 года. Ввиду того, что изымать теперь денег больше и ФРС понимает то, что ставку ключевую они поднимать не могут в значительном объеме, поскольку это опять вызовет распродажу Трежерис, сделает их более выгодными и банки полетят вниз. То есть они не могут жесткую политику вести, но они такую политику и не ведут. Я не раз об этом говорил, и мы это каждый раз видим. Они всегда придерживаются мягкой политики, аккуратненько двигают рычажками, чтобы не вызвать каких-то резких всплесков. Все, каждый шаг выверен, каждый полушаг выверен и так далее. То есть тут ключевой момент. Замечательно, что сохраняют объем изъятия возможностей, но вливание они увеличат этот путь по изъятию. Опять же, тут какой есть нюанс, не все так просто. Деньги изымаются из различных инструментов, там казначейские облигации, ну собственно, о чем я уже прочитал, ну из различных бумаг, ауара, казначейские бумаг, долговых обязательств агентств и так далее. То есть в основном из рынка деньги изымаются, но идут в качестве помощи именно банкам. То есть по определенным статьям в целом из рынка изымаются, но та дырка, которая появилась в банках, она накачивается деньгами. Я думаю, что она в полной мере не приведет к тому инфляционному эффекту, который был от общего вливания в рынок. Поэтому здесь больше, скажем, такой позитив. Понятно, что где-то слабое место найдется в любой цепи. Есть слабое место, если натягивать вроде все звенья одинаковые, но какое-то звено потом может начать рваться. И замечательно, что его, скажем, там заварили это звено таким вот образом. И продолжается процесс по снижению инфляции, по изъятию бумаг. Но тут дырку заткнули. Соответственно, это увеличит несколько период снижение инфляции, но в целом все остается в рамках разумного. Ну и при оценке надлежащей позиции денежно-кредитной политики комитет будет продолжать следить за последствиями инфляции, будет готов соответствующим образом скорректировать позицию. Это понятно, это своеобразное такое заявление о рисках неопределенности. К тому, мы не знаем, сколько будет стоить нефть, мы не знаем, какие геополитические события будут, может какой-то вирус новый появится, или какие-то события новые обозначатся. И вот в политике США и развитых стран в целом множественные заявления всегда идут о политике неопределенности. То есть они не могут сто процентов утверждать какой-то факт, что будет так-то или так-то. Они, естественно, закладывают дополнительные какие-то моменты, которые могут быть факторами к изменению решения в будущем. То есть что мы видим по факту ставку подняли на целых 25 базисных пунктов. И они планируют как минимум еще... Так... Ну давайте, тут где-то было написано... В общем-то, давайте не будем тратить время, я вам просто это... Где-то здесь в тексте оно такое вот очень-очень похоже каждое предложение на предыдущее. А смысл в том, что ФРС обозначила, что вероятнее всего это будет не последнее повышение ставки. И вполне вероятно, еще нужно будет к этому прибегнуть. В каком количестве раз они не обозначили, мое мнение, что это минимум один раз. Скорее всего, два раза это будет соответствовать ставке 5,5%. Примерно такие события. То есть тоже там определенная неопределенность имеется в этом моменте. Также помощь банкам. И это затормозит движение по снижению инфляции в будущем. Реакция на данную ситуацию была вчера негативная. Ну такая легкая негативная, которую я считаю там она в принципе незначительна. То есть это вполне все в рамках ожиданий. Подняли ставку в рамках ожиданий. И все-таки с учетом дополнительно влитых денежных средств, которые продолжают вливаться, скорее всего еще ставку поднимут. И тут вроде бы негативно среагировал рынок. Но я думаю все с пониманием относятся. Сейчас какие-то некоторые откупы идут в этом отношении. Я думаю, что еще денежек они в банки вольют. Банки вольют в трежерис. Из трежерис держатели выйдут в NASDAQ. И собственно мы сейчас опять эту динамику выйдем, что NASDAQ чувствует себя значительно лучше, чем общий индекс S&P 500. Так, и давайте поговорим про события, которые уже практически произошли. И вероятности, которые мы ждем в будущем. Мы об этом поговорили. И несколько таких вот данных. По инфляции ПЦЕ. Это та инфляция, которую используют с ФРС непосредственно. То есть можно там CPI и базовую инфляцию ПЦЕ применять. Но инфляцию ПЦЕ – это основной момент, который использует ФРС. То есть в настоящее время, исходя из вчерашнего заседания, медиана по ожиданиям на конец 2023 года по инфляции ПЦЕ – это 3,3%. В целом это тоже нормально, неплохо, учитывая опять же вот эти вливания денежных средств, которые сейчас происходят. Я бы полагал, без них было бы значительно… Здесь меньшее число. Как раз-таки они повысили этот порог в 3,3%, поскольку денежный средств станет со всеми все-таки больше и бороться с инфляцией станет несколько сложнее. Но если к концу 2023 года, в соответствии с этим прогнозом, приходит к 3,3%, это уже недалеко от сценария в 2%, это уже не космическая инфляция, там 6%, 7% и так далее. Это уже норма. И что мы можем, какие выводы сделать? 2023 год – 3,3%, 2024 год – ожидание 2,5%. То есть в течение 2024 года ожидается очень-очень плавное снижение инфляции. На мой взгляд, как это можно проанализировать, и только в 2025 году она придет к нормативу в 2,1%. Скорее всего, в этом случае ФРС не планирует долго держать ставку на высоком уровне. То есть если ставка будет в районе 5-5,5% в течение 2023 года и до середины 2024 года, например, изъятие будет ликвидности из резервных банков, то инфляция бы значительно снизилась к концу 2023 года, и в 2024 году она бы уже очень низка была. Скорее всего, ФРС в 2023 год ее еще продержит и начнет уже принимать значительные меры к снижению ставки ФРС в 2024 году, уже потихоньку-потихоньку сдувая инфляцию и сдувая прилично ставку, чтобы на горизонте вырисовался целевой диапазон по инфляции, плюс сформировалось бы, такой некоторый путь сформировался бы для дальнейшего развития компании, потому что удержание долгой ставки, оно губительно все-таки для экономики, компаниям американским необходимо развиваться, нужно свои бизнес-потоки улучшать, масштабировать бизнес и так далее. То есть мне в этом аналитически виднеется ожидание может к концу 2023 или к началу 2024 года уже снижения ставки. И далее небольшие ставки вероятно останутся в 2024 году, где-то в середине 2024 года, и будет потихоньку эта ставка при помощи опять же кумулятивного эффекта воздействовать на инфляцию, уже такими мелкими-мелкими шажками к 2025 году они планируют снизить. То есть жесткости здесь опять же не наблюдается, могли продержать ставку дольше и получить уже в 2024 году 2%, но планируют снижать, на это стоит ориентироваться. Что это значит? Опять же аналитически не буду просто сухие цифры приводить. Что это значит аналитически? Это значит, что при снижении ставки в районе конца 2023-го, начале 2024 года, техи почувствуют себя значительно лучше, и мы уже, я думаю, этот эффект увидим, во-первых, при вдувании денег в банки, и как следствие выходе в честь денег в NASDAQ. И второй момент, это крупные аналитики, я думаю, они тоже этот момент улавливают эту риторику, того, что ставки будут снижаться, это позитивно скажется на ростовых компаниях, прежде всего тех же самых тех, которые заранее уже могут начать откупать. То есть не только мы с вами видим эти данные, видят крупные аналитические компании и управляющие крупными капиталами. То есть, в принципе, 2024 год, вероятнее всего, станет началом года восстановления, и это такой довольно тоже позитивный момент. А далее, какие еще данные я хотел привести? Процент. Так, что за процент? Здесь уровень оценки, процент. Это, по-моему, рост ВВП. Нет, не рост ВВП, здесь отрицательный. Уровень безработицы. Интересные данные тут выделил на сайте ФРС, и как-то здесь не очень расписано. Значит, медиана по безработице на конец 2023 года 4,5%. То есть, довольно-таки неплохой диапазон по безработице, довольно-таки высокий. И он, в общем-то, свидетельствует о том, что, ну, такое консервативное движение к снижению инфляции по итогам 2023 года, оно будет сопровождаться и иными показателями. То есть, не стоит брать за основу только один показатель, можно и другие рассматривать, но есть основной показатель. Основной показатель – это тот показатель, который мы с вами только что разобрали. Это инфляция ПЦЕ. Вот на него влияют там другие факторы, огромное количество других моментов есть. Какой-то более значимый, какой-то менее значимый. Там вообще система из тысячи элементов. Вот как инфляционная составляющая, так и уровень безработицы, он тоже является значимым. То есть, 4,5%. И кому интересно, в общем-то, может перейти на сайт federalreserve.gov и посмотреть все данные. Здесь есть разбивка вплоть до голосования. Кто за что голосовал, сколько людей там за такое-то принятие решения, сколько-то за другое, какое-кого мнение. Но это нам не суть важно. То есть, как Джон, как Майк там или кто-то проголосовал. Нам самое главное, конечный результат, который я привел в этих данных, где перечислены медианы. То есть, большинство считает, что будет именно так. Плюс-минус примерно так и состоится. Будет зависеть, конечно, от того, сколько денег они вольют в банки для их поддержки. Будем за этим делом наблюдать. Так что, говоря о перспективах, можно сказать, что, вероятнее всего, среднесрочный тренд развития продолжится. О котором я не раз говорил. Уже говорю, это с октября. То есть, в октябре я открывал счет в Interactive Brokers. А как раз-таки уже не первую неделю, не первый месяц. Уже с октября, уже скоро он полгода пройдет. Я думаю, что тренд к восстановлению имеет место быть. Именно финансово, именно фундаментально. Несмотря на какие-то гологоловые плечи и все прочее. Все должно рухнуть и Армагеддон должен остать. Никаких к этому сейчас данных нет. Никаких к этому предпосылок по-прежнему нет после текущего заседания. Я свой прогноз подтверждаю. Среднесрочного роста рынка. То есть, он в настоящее время в росте находится. И, в общем-то, никаких иных показателей нет. Постепенно экономика восстанавливается. Следующим важным этапом, следующей вехой будет отчет по инфляции. Который с удовольствием я посмотрю. Я думаю, там ничего значительного не произойдет. Снижение будет инфляции в рамках, может быть, 0,3%. Плюс-минус, там один. И те вливания, которые сейчас происходят в банке, они пока не отразятся в инфляционной составляющей. То есть, следующий отчет по инфляции, вероятнее всего, будет достаточно нормальным. То есть, и для банков рисков значительных тоже в настоящее время не наблюдаю. Так, ну и что еще в заключении? Здесь у меня открыто. Давайте продемонстрирую, как происходит увеличение ставки, как происходит ее снижение. И, как правило, снижение происходит более быстрыми темпами, чем увеличение. Соответственно, возвращаясь к 2008 году, например, к 2007 году, была ставка в районе 5,25. Собственно, вполне вероятно, что она и сейчас будет такая, или 5,25, или 5,5. Увеличили, свои задачи выполнили и начали быстренько снижать. Потом оставили в районе 2% эту ставку. Соответственно, возвращаемся к вот этим значениям. То есть, примерно, может, в 2024 году так и сделают. Ее сбросят эту ставку, приличненько оставят на каком-то уровне, там, 2-3%, что будет являться несколько выше, чем обычно в США. И она постепенно, постепенно, инфляция будет сползать вниз уже аккуратно в контролируемых условиях. И в этот момент можно будет производить изъятие ликвидности из рынков такими же мелкими регулируемыми шагами. То есть, дозировано, как в аптеке, можно будет это делать, чтобы избегать различных потрясений. Ну, а когда выходит инфляция на контролируемый параметр, где-то уже плюс-минус к заданным значениям, можно ставку снижать. И вот она много лет была в таком сниженном положении или оставить на каком-то минимальном значении в районе 1%, скажем. Примерно вот так вот это все происходит. То есть, рост ставки, потом быстрое ее снижение. Думаю, что в этот раз то же самое произойдет. Значит, такая ситуация. Надеюсь, что моя расшифровка, моя аналитика окажется кому-то полезной, внесет какую-либо ясность. Стараюсь максимально простым языком это доносить. Напомню про кумулятивный эффект. Вероятность увеличения ставки как минимум 0,25%. Скорее всего, два раза. Что если озвучат еще один раз дополнительно к тому разу, который уже озвучили вперед, это опять же снижение рынка вызовет. Но снижение там это ни краха, ни паника. Снижение на 2-3% он снизится. Собственно, там никаких серьезных моментов к этому не будут. Также отмечу продолжение вероятного обливания денег в банке, поскольку все-таки ставка снижается, увеличивается точнее. Процент по трежерис становится более привлекательным, чтобы избежать перетока денег из банков в трежерис. Эта поддержка необходима, достаточность капитала и все прочее. Ну и в остальных инструментах будет изъятие ликвидности производиться. Собственно, вот такая вот интересная. Я с удовольствием в последнее время смотрю за действиями ФРС. Сценарий мне интересный, мне нравится прогнозировать. И, в общем-то, в большей степени мои оценки совпадают с теми действиями, которые ФРС предпринимает по факту. И интересно движение инфляционных вот этих моментов, экономических моментов. На этом, пожалуй, все. Всем удачи в инвестициях. Напишите свое мнение в комментариях. Главное, всем здоровья, всего доброго. До свидания.